Накануне в Салихарде на базе информагентства «Северопресс» прошла пресс-конференция руководителя Ямальского Роспотребнадзора Людмилы Нечпыренко. Она рассказала о ситуации с заболеваемостью респираторно-вирусными инфекциями и гриппом на территории региона. Ямал в этом году, как никогда, впервые за последние 10 лет вошел в эпидемический подъем ОРВИ и гриппа с 49-й недели года, то есть с конца 2016 года. На 50-й, на 51-й неделе в округе порядка 9,5-10 тысяч обращений ежедневно наблюдалось. То есть мы с 49-й недели ввели карантинные мероприятия в образовательных учреждениях, медицинских учреждениях и в целом на территории Ямала-Ненецкого автономного округа. В соответствии с постановлениями главного санитарного врача, вернее, с исполняющими обязанностями главного санитарного врача, был введен весь комплекс необходимых противоэпидемических мероприятий. На сегодняшний день эпидемический подъем у нас продолжается восьмую неделю года. Если на 50-й и на 51-й неделе у нас превышение эпидемического порога составляло 67-70%, то по прошедшим третьей и четвертой неделе у нас превышение эпид-порога наблюдается от 18 до 22%. То есть идет вяло текущее эпидемическое распространение респираторных вирусных инфекций и гриппа. По словам Людмилы Нечпуренко, в общей структуре заболеваемости ведущее место занимает грипп H3N2, так называемый гонконгский. Эпидемиологи предсказывали это, соответственно, вирус был учтен при составлении вакцины на этот эпид-сезон. В целом за 8 недель эпидемиологического подъема заболеваемости за помощью к врачам обратилось 68 тысяч ямальцев. Это 12% общей численности населения, а значит, речи об эпидемии не идет. За 7 недель эпидемического подъема у нас, по данным Бюро судебно-медицинской экспертизы нашей, 7 летальных исходов. Два в Ямальском, три в Лабет-Нанках, один на Дыме и один на Равлинг. Все умершие – это люди непривитые. Вакцинация против гриппа, она, конечно, спасает, значительно спасает нас с вами, прежде всего, от летального исхода. Прививаться нужно, ежегодно прививаться. В этом году ямала блестящие достижения. В этом году мы привили 226 тысяч наших ямальцев. Это очень хороший показатель. 42% населения было охвачено вакцинацией против гриппа. Ситуация находится под контролем эпидемиологов, отметила глава Роспотребнадзора. В медицинских организациях сформирован запас противовирусных препаратов для лечения гриппа и ОРВИ, а также средства индивидуальной защиты. В больницах постоянно функционирует 319 инфекционных коек, а в случае увеличения заболеваемости будут развернуты дополнительные.